В зале ребята со всей области. Это отличники, спортсмены, активисты. Для каждого из них сегодня знаменательный день. Ребята получают свой первый взрослый документ, удостоверяющий личность. Среди них Александра Похолко. Саша учится в русской средней школе Ивановского района. И при этом образовательный процесс ей очень нравится. Девочка идет на золотую медаль. Очень как-то переживаю, волнуюсь. Это мой первый такой серьезный официальный документ. Очень рада, что это необычный день, еще плюс один Конституция, еще и в Бресте. И ребят можно понять. Звучит гимн Республики Беларусь. Зал сопровождения почетного королла вносит флаги Республики Беларусь, Брестской области и Белорусского республиканского союза молодежи. Поздравить ребят в этот знаменательный день пришли начальник УВД Брестского областполкома Олег Шуляковский и первый секретарь Брестского областного комитета общественного объединения и Брестский республиканский союз молодежи Юрий Сегинюк. На вас, умных, талантливых, творческих, наша надежда. Вы строители будущего. И то, каким быть этому будущим, во многом зависит от каждого из вас. Ваши активные гражданские позиции, желание приносить пользу своему государству. Сегодня вы становитесь полноправными гражданами Беларуси. Получается очень важный документ. И это событие, конечно же, не густая формальность. Будьте патриотами своей страны, уважайте ее законы, не забывайте историю. Цените и берегите мир и стабильность в обществе. Сегодняшний день особенный и тем, что ровно год назад вступили в силу изменения в Конституцию, которые были приняты на Всебелорусском референдуме. По ним строить и будущее государство, а строить его в том числе и молодежи. Олег Николаевич урчил документы ребятам. Всего в этот день паспорта получили 20 юношей и девушек. Получение паспорта – это очень важное событие в моей жизни. Это ответственно и особенно. Это новый уровень. Я стала взрослее. Я очень рада, что меня пригласили и вручили паспорт в этой торжественной обстановке. Это большая честь для меня. Я хочу быть достойным гражданином своей страны. Это, в первую очередь, гордость. Я горжусь собой. Это честь, что я побывал на таком мероприятии с красивым, изящным выносом флага. Меня сейчас переполняют просто эмоции. Я горжусь собой и не стараюсь останавливаться, идти дальше, развиваться, быть настоящим активным гражданином. Продолжение встречи – открытый диалог. Ребята задавали гостям вопросы о Конституции, интересовались мнением о карьерном выборе, ценностях и молодежных проектах. Как вам подойдутся...